Ну и первый Макдональдс, о котором говорили больше 10, а то и 20 лет, откроется в Красноярске уже в этом году. И уже даже известно где. Ресторан мировой сети появится в новом торговом комплексе Cinema Park, который строится на набережной Енисея, за речь вокзалом, если смотреть из центра. Он тоже должен сдаться этой осенью. Но на этом Макдональдс останавливаться не собирается. В планах сети фастфуда открыть в Красноярске как минимум еще три ресторана быстрого питания. Собственно сейчас подбором подходящих мест занимаются городские власти вместе с российским руководством Макдональдса. И это еще не все. Сегодня стало известно, что шведская компания IKEA все-таки выбрала наконец в Красноярске площадку для строительства своего магазина. Напомню, шведы уже несколько лет присматривали у нас места. Краевые власти дали им на выбор около 20 точек изначально. Из них бизнесмены выбрали три. И вот теперь остановились на окончательной единственной, на основной. Где именно она появится и весь магазин шведской мебели и товаров для дома чиновники по просьбе IKEA пока не называют. Но говорят, строительство помещения для IKEA начнется уже в следующем году. Кстати, саму новость про IKEA и Макдональдс сегодня озвучил Андрей Гнездилов. На своей последней пресс-конференции, где заявил, он покидает пост исполняющего обязанности заместителя губернатора Красноярского края. И надеюсь, что эти заявления он сделал не только для того, чтобы красиво уйти и надолго запомниться красноярцам, а действительно вопрос наконец решился. Гнездилов – один из первых чиновников за последнее время, который решил объявить о своем уходе публично. В сером доме он проработал 12 лет, что редкость. Был замом двух губернаторов – Хлопонина и Кузнецова. И, как говорят политологи, неожиданно остался неудел при Толоконском. Но сам Гнездилов заявил, что это его собственное решение. И объясняет, он его просто – засиделся. Пора двигаться вперед. Недавно у меня поступило интересное предложение. Я его тщательно обдумал, решил согласиться. И, соответственно, очень благодарен Виктору Александровичу Толоконскому, что он удовлетворил мое прошение об отставке. И вот я сегодня последний день работаю и собираюсь в понедельник уже переезжать в Москву.